По деревне на своих двоих пока колесах. Но скоро Екатерине Ермаковой придется по Верхнестолбецкому ходить, говорит в здоровых сапогах, испотыкаясь, потому что нормальной дороги нет ни в самом селе, ни проложенной к нему. Вместо подъезда к этому населенному пункту есть лишь наезженная грунтовка, которая с окончанием лета из года в год превращается в месиво. По этой дороге Екатерина в мае вместе с мужем и двумя детьми и прибыла в деревню, решив на манер многих жителей столицы обзавестись дачей. Говорит, что там делать-то в Москве, только деньги зарабатывать, а жить и некогда. Поэтому, впечатлившись просторами, гусями, воздухом, тишиной и отсутствием преступности, семья Ермаковых решила Верхнестолбецком остаться и жить. Вдали от суеты, многоэтажных бетонных пирамид и непроходящего гула. Работа у Кати по интернету и новая прописка ей не помеха. Так что купили здесь домик, вздумали его перебрать и укрепить. Будем обкладывать кирпичом, делать второй этаж, обкладывать внутри дерево. Все из натуральных, скажем так, из бетонных стен мы вылазим. Всем этим оптимистичным планам одно мешает. Случить что, скоро и сюда не доберется. Автолавка тоже. У Кати двое сыновей, которых она уже устроила в соседнюю деревню, в школу и детский сад. Придет непогода. Как их туда возить? Местные ей рассказали, что с этой проблемой живут они уже давно. И бывало всякое. Неделями деревенские без хлеба сидели из-за непролазных грязи или высоченных сугробов. На отсутствие дороги жаловались они, как водится президенту. И вообще всем, куда только можно. Собрали 85 протестных подписей чуть ли не всех жителей деревни. Но чиновники пока ничего не обещают. Хотя насчет дорог Орловщины им есть чем похвастать. Например, все основные работы выполнены в наших основных городах Орел, Болхов, Мценск и Ливны. Напомню, что в городе Болхове у нас по отношению даже к бюджету города Болхова были выделены огромные средства, 45 миллионов рублей. Дороги уже практически все приняты. Надо отметить, что конкурсные процедуры состоялись буквально неделю назад. По сельским дорогам подрядчик уже определен. В ближайшие несколько дней будет заключен контракт, и он приступит к выполнению своих подрядных обязательств. Напомню, что по сельским дорогам 8 объектов. И эти объекты он должен выполнить в этом году. Верхняя Столбецкая в этот список не входит. И пока ее жителям приходится напевать вот что. И у черта, и у бога на одном видать счету. И российская дорога. Семь загибов на версту. Ну, допустим, не на версту, а на километр 600 до трассы. Екатерина сама посчитала, когда решила с Галича. Строить дорогу буду сама. Хотела построить дорогу здесь, но когда я посчитала, сколько это затрат получится на нее, я решила, лучше я помогу детскому садику, где нет детской площадки, и на школу. Местные-то уже свыклись, что рассчитывать им остается только на лошадку, да на соседский трактор. Но Екатерина, выбравшая жизнь в деревне, рассчитывает еще и на справедливость. И теперь ее ищут для себя и остальных. Говорит, не может же быть, чтоб и впрямь на одном счету и у черта, и у бога. Сергей Быковский, Олег Фомин, Первый областной канал.